Добрый вечер, это программа Насправде в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. Признаться, несколько пропустили мы День защиты детей, хотя, конечно же, тема детства, прекрасного, здорового и познавательного детства, она остается актуальным не только 1 июня, но и далее все лето как минимум. И вот у нас сегодня в гостях люди, которые это детство в нашем городе делают прекрасным и увлекателем. Руководитель проекта Музей детства Валерий Хелийко. Здравствуйте, Валерий. И участник проекта, ученик Михаил Терехин. Здравствуйте, Миша. Как всегда у нас много с собой, да, вот может быть не так много, как в прошлый раз, и они, насколько я понимаю, те экспонаты, которые принесли, объединены какой-то тематикой, но я вот пока не могу понять какой. Ну, расскажу. У нас сейчас появился новый музей детства, появилась новая экспозиция, называется она «Навидома Украина», и вот там мы через вот такие вот игрушки приводим детей к познанию истории Украины. Потому что не секрет, что, скажем, историю Украины там 20, 30, 40 лет назад подавали в одном ключе, сейчас оно немножко поменялось. И когда ребенок приходит к нам в музей и узнает, что, к примеру, 20 тысяч лет назад на территории Украины люди из костей мамонтов делали жилища и держат в руках эти кости мамонтов. Они удивлены, даже удивлены тем, что, оказывается, даже в Харькове можно найти останки этих мамонтов. Когда люди узнают, что не только Стоунхендж, великий памятник, да, действительно, великий памятник Англии, но и в Украине есть подобное. Это есть вот как раз вот книга «Каменная могила» под Мелитополем, да, совершенно верно. И Ки Фишин, который эту книгу написал, вот, он доказывает, что это не просто святилище, а это еще и своего рода памятник письменности. То есть там есть письмена, но они находятся внутри. Пиктограммки какие-то, да? Совершенно верно, да. Там это все, книга-то есть, это можно, я думаю, найти в интернете. Потом, когда дети проходят дальше и видят, к примеру, вот эту замечательную трипольскую культуру, и мы им рассказываем о том, что на территории Украины уже 6 тысяч лет назад были города, это тоже повергает ноги в шок. И когда показываешь, к примеру, вот такой фрагмент керамики, это донышко горшка, на котором отпечаталась ткань, и говоришь о том, что многие народы, жившие в Европе или в Америке, они еще не умели делать эту ткань, ходили в шкурах, а у нас уже делали ткань. И делали хаты-мазанки, которые у нас еще в некоторых селах сохранились. Ну, большое открытие, конечно, для многих, это вот керамика, где есть символы инь-янь, где есть глаза, так называемые. То есть, вот когда детям мы показываем вот такие вот вещи, это вот турецкий оберег от сглаза, да, оказывается, что подобная вещь существовала в Украине на несколько тысяч раньше. И то же самое инь-янь на несколько тысяч раньше, чем в Китае появился. И вот у меня есть знакомый коллекционер, который под Киевом в свое время организовал музей Трипольской культуры. И вот он мне как раз еще давным-давно подавил вот такой замечательный журнал, который популяризировал туризм в Украине. Это еще 2005 год, представьте себе на секундочку. Это период увлечения Ющенко, да, Трипольской темой, видимо. И он мне рассказал историю, когда китайские ученые приехали к нему домой, и увидев вот эту Трипольскую керамику, они были поражены, сказали, а сколько же им лет? Он говорит, ну, где-то 7,5-6 тысяч. Они говорят, а мы думали, что это мы первые, оказывается, в Украине это было. Ну, и мне, конечно, приятно, когда ко мне приходят вот такие вот молодые ребята, и на моих лекциях они это все держат в руках, они этим наполняются. И я вижу по ним, что история уже для них оживает. Миша, давайте вот вам слово. Ну, вряд ли вы, наверное, станете читать летом вот такие толстые книжки, насколько я понимаю, достаточно скучно написанные уже для взрослых. Но вот такие вещи, они действительно как-то, не знаю, вот цепляют воображение. Вот что вы чувствуете, вот когда первый раз это видели? И, насколько я понимаю, это не просто посмотреть можно, а и потрогать, да? Конечно, обязательно. Конечно, всем дается возможность потрогать. Сразу просыпается интерес к истории. То есть ты, допустим, когда в школе сидишь, тебе, может быть, и неинтересно. Но когда ты начинаешь это щупать, трогать, то есть у тебя это в руках, и ты видишь, что это правда, реальность, не просто история там, а правда, то тебе и становится очень интересно. А не страшно брать вот эти вещи, которым тысячи лет? Раньше было страшно, раньше было очень страшно, но сейчас уже как бы привык к этому и так уже спокойно. У нас был недавно случай, когда мы открывали древний крест 13 века, вот Миша вот расскажет как раз вот с ним. А что значит открывали, вот что имеется в виду? Энкалпион называется крест, а в нем какие-то вещи, которые, скажем так, священные. И вот Валерий вот недавно вскрывал, и я, скажем так, побывал там. Это реликвии какие-то, так вот, да, священные? Там как получилось, мне достался древний крест 13 века, и я детям сказал, давайте так, на следующем занятии мы его вскроем. Там получается, что он состоит из трех частей, и вот если там одну часть убрать, то он открывается. И внутри должны были быть какие-то предметы, которые почти тысячу лет назад положили люди какому-то богатому человеку, который носил на груди святыню. Вот. И вот как раз так получилось, что Миша... Я даже выиграл. Я даже выиграл то, что внутри было. А что же было внутри? Миша просто... Кусочек железа, по-моему. Ну, там как серебро, что-то такое. Но самое интересное то, что он немножко, видимо, проспал, и дети ему звонят, говорят, Миша, мы же скоро вскрываем, ты где? И вот Миша говорит, я сейчас прибегу, без меня не открывайте. И вот мы его ждем, ему там все звонят, ты где? Я уже бегу, вот уже там мост перебиваю. И он в итоге прибежал, и через там минут пять мы его вскрываем, и там находимся в земле, находим кусочек, похожий на серебро, маленький. Вот. И этот кусочек мы решили разыграть. Мы обычно на лекциях разыгрываем какие-то предметы. И эта вещь досталась ему. Я детям говорю, дети, вот смотрите, что получается, что в вашей жизни может быть ситуация, когда нужно будет дожать ее. То есть нужно на прессе, да, и вот он прибежал. Вот он дожал ситуацию и получил приз. И, кстати, после этого случая один из ребят, который присутствовал на этой лекции, он в одном из турниров выиграл этот турнир. То есть тоже дожал. Ну, свой-то собственный опыт, да, или опыт, который ты видишь воочию, как это работает, что надо доживать. Я вот еще хочу о чем спросить. У вас, помимо вещей совершенно древних, есть не настолько, хотя, конечно, они уже относятся, наверное, к моему детству, большей части. Да, это вот те самые прекрасные солдатики, которые стоят. Они назывались римляне раньше, честно. Да, да, да. И вот какая штука была-то с нами на самом деле, да, был какой-то интерес к истории. Не было каких-то вот музеев и коллекций, а уж тем более, чтобы потрогать руками. Вот это, наверное, максимум, что у нас было, это вот эти солдатики. Это были какие-то там две-три исторические книги, например, там, не знаю, «Спартак», еще там пара, может быть, там, фильмы, которые время от времени крутились в кинотеатрах. И все. Дальше вот это вот солдатики и полностью твоя фантазия, там, придумывали массу игр и развлечений с ними. Ну, а вот интересно, что сейчас? Ведь, да, есть какой-то пробудился интерес. Да, вот, наверное, сейчас это развивать можно до бесконечности. Есть интернет, есть возможность изучения самостоятельно. Вот это как-то идет дальше? Кроме игр вот с солдатиками псевдоисторических, что-нибудь серьезное, какое-то исследование? Ну, вот, предположим, это не относится сейчас к Триполью. Я еще примерно полтора года назад, где-то так, когда с Валерием только еще начинал учить историю, Валерий нам приносил старинные бутылки, то есть, там, разные вообще абсолютно. И у меня как-то родители купили дом, то есть, ну, никто не думал, что он, ну, знали, что он старый, но никто не думал, что в нем, то есть, что раньше там было. И нас как-то спахивали подвал. А я вижу, что там стекло, и нашел 35 старинных бутылок. Новых, хотел сказать. Целых старинных бутылок. Боже мой, вообще настоящий клад. Я даже хочу еще добавить, что когда он их нашел, первое, что он сделал, он, конечно, мне позвонил, говорит, Валерий, помните, вы нам рассказывали о том, как вы в детстве находили? Вот со мной произошло то же самое. Понимаете? И самое, что приятное, что он одну из бутылок подарил музею детства. Это правильный ход. Тем более, что если их 30, да? У кого-то 35, ну, конечно. Не, ну, сам факт, что вот он подарил, а потом говорит, давайте еще там одну бутылку разыграем среди детей на очередной лекции. Ну, давай так, это пусть у тебя будет коллекция, потому что такого в твоей жизни уже, может быть, не будет. А может быть, и будет, кто знает, потому что это первое все лишнее. Пусть еще родители. Раньше вообще 25% вклада надо было отдавать государству, так что одна бутылка из 35, это не так уж и много. Ну, а вот сами по себе вот эти солдатики, насколько я понимаю, они, ну, в меньшей степени экспонаты, да, это как раз-то какая-то интерактивная часть. Да, вот что с ними там происходит? Ну, получается так, что вот у нас сейчас вот лекция «Наведома Украина», у нас есть эпоха, скажем, камня, каменный век. И вот мы показываем, что через вот таких вот солдатиков, да, вот древних людей, ребенок, играя ими, он уже потом может играть в древнего человека, то есть он где-то в селе соорудит себе шалаш, будет добывать огонь, сделать себе наконечник. Ну, скажем, в детстве мы вот так и играли. Так и мы так играли. Просто у них-то все есть, это уже в интернете, и куда красить. На самом деле я с детьми выезжаю на природу, они с удовольствием любят и огонь поджигать, и там какие-то вещи делать, как древние люди. То есть это им все нравится. Мы даже летом планируем в одном из лагерей вот пожить хотя бы там полдня, вот как древние люди. Даже рыбу приготовить в костре, вот в глине, запечь ее. То есть это будет самый главный подход к ним найти. Когда мы показываем, скажем, тех же римлян, у нас в экспозиции есть, например, римские динарии, которые находят у нас на территории Украины. То есть эти фигурки, как бы вот игрушки, да, можно уже привязать к истории древнего Рима и к истории Украины. Когда мы показываем, к примеру, есть древнерусские рыцари, вот есть у нас вот такой вот экспонат. Да, что это? Это писало, это, по сути дела, ручка древнерусская. И вот тут же мы детям рассказали о том, что оказывается, что на территории Украины практически все люди умели читать и писать. И вот такие писало, они во время раскопок находятся на многих городищах. Стилус, да? Да, стилус, да, можно и так сказать. То есть вот этой частью заглаживали воск, то есть была дощечка, на ней был воск. Этой частью писали, а этой и заглаживали, потом опять писали. То же самое берестяные грамоты, которые находят в Новгороде. Ну, может, из-за того, что у нас определенная земля, у нас береста не так могут сохраняться. И дети, получается, через игрушку, они начинают понимать историю своей страны. А вы пробовали вот этим вот, Миша, писать вот такой вот штукой? Просто интересно. Как-то нет. Может, его не было на занятии. Я приносил восковые дощечки, и мы писали на них. Точно так же я давал куски кремния, из которых вот отбивали кусочки, вот делали ножи, и этими ножами резали дерево. Точно так же с помощью кремния мы добывали огонь. Добыли? Да, добыли. Это довольно серьезная задача вообще. Нет, ну там нам помыла магнезия, то есть кремния не магнезия, получается такое огниво. И трешь там, сноп искра, он попадает на сухой мох, и через 5 секунд у вас вспыхивает костер. Нет, ну так совсем не честно. Слушайте, надо как настоящие первобытные люди, вот эти вот все тренинги и так далее. Это очень долго, конечно. Это очень долго и очень сложно. Но детям на самом деле это нравится, вот этот интерактив. Потому что, к сожалению, так получатся, я даже у них спрашиваю, вот как вот, Миша, вот как твои, например, знакомые, вот в других школах, да, вот как им преподается та же самая история? Интересно или нет? Я не знаю, как у них, но, скорее всего, скучно. Потому что нету интерактива вообще никакого, и в большинстве школах даже доски нету. Ну, в смысле, специальные, там, где, допустим, могут показать, что вот в таком-то веке вот такие вот вещи были вместе с ними, ну, использовалось быту. Или там вот такими мечами они воевали, ну, предположим, просто, а все. Ну, я, кстати, сталкиваюсь с тем, я же вот езжу еще по Украине с выставками, с лекциями. Я сталкиваюсь с тем, что, к сожалению, у нас государство крепко недорабатывает по развитию вообще понимания истории, понимания вообще, кто мы такие, откуда мы. Самый простой пример. Вот мы смотрим на эти фигурки. Скажите мне, пожалуйста, где здесь вообще украинцы? Где здесь древнерусские воины? Где здесь казачество? Где здесь УНР? Эти же фигурки были в советское время изготовлены, если я не ошибаюсь, по американским формам. Да, по американским. А сейчас? А сейчас все делает Китай. Все делает Китай. Ну, в принципе, можно было бы заказать и там. Почему мы не можем сами сделать фигурки наших героев? Наших героев. Не делаем. Например, Россия делает, к примеру. Да, Германия делает, а мы не делаем. Даже, кстати говоря, в советские времена были какие-то фигурки богатырей. Реже еще, наверное, чем римляне встречались. То есть, они как-то не совсем сирии были, русские какие-то. Там был Александр Невский. Александр Невский, прежде всего, конечно. Ну, можешь сделать что-то связанное с князем Владимиром, Святополком, Святославом, понимаете, с Мономахом. Вот эту тему развивать. Развивать тему казачества. У меня вот буквально недавно приходил один папа, они были на Хортице. Они говорят, мы для себя Хортицу открыли, какие там замечательные края, там в казачество влюбляешься. И когда человек показал мне фотографию, значит, один казак берет шашку, кладет ему на руку, вот этому моему папе, кладет вот так огурец, и одним ударом этот огурец у него на руке разрубал. Или что, и рука нормальная? Да, эта рука нормальная. Понимаете? А там потом музей. Не повторяйте такой трюк никогда в жизни. На самом деле это вопрос. Не, ну если бы государство начало помогать тем же агентствам, которые занимаются детям, тем же людям, которые издают книги, людям, которые занимаются детской игрушкой, люди, которые, например, содержат частные музеи. Я думаю, что у нас бы патриотизм вырос бы в разы. В разы. Ну я не скажу за роль государства, что называется, но вот скажем, опыт соседней с нами Польши показывает, что по большей части это инициатива частная. Хотя интерес у общества к собственной истории, ну намного, наверное, сложно измерить там на сколько процентов или во сколько раз, но намного очевидно выше, чем у нас в Украине. У нас только вот недавно начали выходить специализированные исторические журналы. В Польше их, ну, десятки, если посмотрите на газетный киоск, там и общие, и очень специализированные, там вроде какая-то, не знаю, авиация или еще что-то, или какой-то отдельный период. То есть там это и есть запрос общества, по большому счету. Здорово, что у нас наши дети вот в такой форме, да, получают знания, и даст Бог, конечно, это как-то будет формировать и в дальнейшем этот интерес. Смотрите, мне кажется, что все получится вот так, как получилось в городе Харькове. У нас, к примеру, один экскурсовод где-то лет пять тому назад начал водить людей по городу, и на сегодняшний день, благодаря ему в частности, очень многие харьковчане заинтересовались историей своего родного города, а потом от города перейдут к истории своего государства. Вот то же самое, мы сейчас с ними выходим в центр города, прямо на набережной, сейчас ломают один дом, и там прямо валяются кирпичи с клеммами. Это тоже история города, дети себе берут по кирпичику и несут домой. Точно так же, как вот он нашел те же старинные бутылки, кто-то найдет старинные монеты, кто-то найдет какую-то керамику. То есть это все, опять-таки, интерес, который в дальнейшем им скажет, что Харьков – это круто, Украина – это здорово. Вот вопрос, который я-то сам, на самом деле, Миша, наверное, не знает, но я заканчивал исторический факультет, поэтому у меня ответ на этот вопрос есть свой собственный, но когда его задают, а его чаще всего дети задают, в том числе учителям, многие не знают, что ответить. А вообще, зачем нужно знать и учить историю? Для общего развития в школе. Вот, в школе, так говоря, для общего развития. Но вот на самом-то деле, зачем? Вот что это дает? Ну, хорошо, ты будешь знать, что там в 1300, там, в каком-то году кто-то кого-то взял да зарезал. Что это дает? Честно, даже не знаю, что ответить на этот вопрос. Ну, скажем, а что дают компьютерные игры? Как бы они тоже фактически ничего не дают тебе в жизни, но это, скажем так, и общее развитие, и развлечение для себя самого точно. Ну, как-то так, я считаю. А вот такая вот экспозиция, такого рода музей, это в большей степени развитие или развлечение? И то, и то, одновременно. Вот так. Ну, вы знаете, я уже сталкивался с вот этим поколением, я вам сказал так, что они, конечно, по отношению к этим вещам, они мысят не так, как мы. И даже если он говорит, что это и развлечение, и развитие, ну, мы должны это воспринимать нормально. Так это хорошо-то на самом деле, да, потому что развлечение значит интерес. Он взял, к примеру, тот же кремень, да, высек с него иску или сделал с него нож, он начинает понимать вообще, что это за минерал, да. И когда он приедет, к примеру, на Бугоднисовский каньон и увидит там выходы этого кремня, он уже вообще будет понимать, что там, например, жили древние те же трипольцы, которые из этого кремня делали орудия труда и торговали им. Вот на самом деле, вот это, это пора про деньги. То есть, вот такими топорами люди рассчитывались раньше. Как вот раньше в советское время рассчитывались с бутылкой водки, то же так же вот рассчитывались с кременными топорами. И у нас, кстати, на территории Украины находят клады таких топоров. Это деньги на самом деле, не только орудия труда. Кто-то накопил, да, получается? Кто-то накопил, да. И когда он будет, например, находиться в любом городе, не только Украины, а мира, после этих вот наших выставок, он пойдет не пиво пить, хотя это тоже может быть нормально, а пойдет в музей в первую очередь. В музее очень дорого пить пиво, поэтому, конечно, лучше в музее просто так. И на самом деле, тут еще есть одна такая штука, это вот когда будут спрашивать в следующий раз, вот такого рода знания таких вещей, когда будете путешествовать уже там, вырастите и будете путешествовать за границей, когда будете видеть сходство, да, вот тот же инь-янь, да, вдруг внезапно, и вспомнишь, слушайте, так это же у нас было. Это на самом деле такая маленькая радость открытия, маленькая радость того, что ты видишь мир чуть шире, чем все остальные. Да, вот все стоят на вершине горы и видят только траву под ногами, а ты смотришь по сторонам и видишь кто, кто, откуда, куда и так далее. Это здорово и прекрасно на самом деле. Кстати, по поводу видишь мир другими глазами. Вот у меня стоит горшок. Да, это тоже. Я его всем показываю, это вот трипольский горшок, который был найден на глубине где-то полуметра, из сгоревшего дома, они часто через каждые 50-70 лет сжигали свои дома вместе с керамикой. И вот здесь как раз глаза изображены. Вот даже сегодня вашему сотруднику я показал, говорю, вот на что похоже, это глаза животного. И детям показывают, они говорят, глаза животного. Причем дети, которые занимаются в основном художью, вот они рисуют картины, они это сразу видят. Либо глаза совы, либо глаза ужа, либо глаза кошки. Почему? Потому что древние люди знали, что если здесь будет зерно и будут нарисованы глаза, то они как-то защитят эту вещь от мышей. У вас нет вот такой общей идеи в выставке, что типа там, вау, мы самые лучшие в мире, самые крутые и так далее. Обычно это делается так. Ну, вы знаете, конечно, хочется немножко похвастаться тем, что мы украинцы. Ну, на самом деле, мы просто говорим о том, что да, у нас вот это было. Нельзя тоже говорить о том, что, скажем, другие страны, они тоже передовые в чем-то. И в той же Франции есть чем гордиться, и в той же Турции, и в том же Китае. Поэтому это просто как факт, что да, вот у нас такое было, придите, подержите в руках. Но оно было. Но оно было, да. Этим стоит гордиться, да. Но слишком высоко нос задирать не стоит. Есть еще один экспонат, если это экспонат, конечно, я знаю, что ни одна вещь с вами не приходит просто так. Конверты выглядят, ну, совершенно не исторически, я бы сказал. Да, ну, вот я всем своим ученикам говорю, вот когда вы будете за рубежом, пожалуйста, присылайте мне в музей детства, присылайте вот такие письма. И буквально перед эфиром я выхожу из дому, жена мне говорит, слушай, у тебя письмо с Германией. Я не ожидал. И мне это письмо прислал мой ученик, харьковчанин Данил Безбородых, который вот на немецком языке написал мне и подписался. Кстати, вот он был у меня на уроке каллиграфии. Вот это я его научу так подписываться. А мама написала следующее. Я теперь в каждой стране знаю, где находится почта. Спасибо за Данию. Особенно все эти маленькие, но приятные заморочки твоих рук дело. Вот он теперь в каждой стране мне присылает вот такие вещи. Я надеюсь, что и Миша, когда будет в Англии, в летнем лагере, мне из Лондона пришлет вот такое подобное. И от другим детям буду говорить, учите языки, путешествуйте. Это расширяет ваш кругозор. А вот возьмите открытку лучше из музея. Или открытку из музея. И как раз и в музее побывайте, и сделайте, выполните свои обязательства. Спасибо вам огромное за то, что нашли время. Уже лето, но вы у нас в студии. И, по-моему, заняты мы сегодня были очень интересным и полезным, и нужным делом. Спасибо за то, что вы делаете это, за то, что вы участвуете в этом. И за то, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok